Всем привет! Рада вас видеть и приветствовать на своем канале. Очень много тем у меня всегда, что хочется мне рассказать, записать, но очень мало времени. То есть нужно, прежде чем записывать, привести себя в порядок, настроить камеру, чтобы дома никто не мешал, не ходил. И поэтому с этим очень проблематично. Давно хотела уже записать видео о покупках мап, так как приобрела уже это все осенью. Тогда в магазинах была акция, набираешь продукцию. И даже сейчас у меня всего лишь, не знаю, буквально 15 минут, чтобы записать это видео, потому что сейчас пройдут домой все и будет шум, гам. То есть что я приобрела там? В общем, была акция, когда на 2000 приобретаешь продукции, косметики, мак, тебе делают макияж и дают какие-то советы. Лайтер, софт и джентл, минералис, скин финиш. Так, вот такой вот хайлайтер. Ну, более-менее видно. Но я думаю, у многих он есть, но я думаю, это нужная вещь, да, чтобы там нанести на эти места здесь вот, где обычно хайлайтер используется. Вот. Хорошая штука. Следующая покупка – это тональная основа. У меня вот такая вот. Я взяла плотную, так как не плотную тональную основу, я использую просто легкую там от L'Oreal, да, L'Oreal, там, Буржуа. Ну, сейчас, на данный момент у меня тоналка на каждый день от L'Oreal. Сейчас для видео нанесла вот эту тональную основу на более плотную по текстуре. Без дозатора, да, тональная основа, это была без дозатора. Дозатор приобрела отдельно в этом же магазине. То есть, там вот, а вот капачок сохранился, там был просто такой капачок, вот. И я сразу же взяла там дозатор такой, ну, чтобы более удобнее, экономнее, так его использовать. Чем-то приписано. Матовая основа для лица, CF-15. Так, у меня цвет какой-то, какой тон? 20, А26. А26 тон у меня. Вот. Да, действительно, плотная тональная фотосессия, куда-то там выйти, на выход, да, очень даже неплохая, хорошо все маскирует, ровно ложится. Но, чтобы говорить, Мак есть Мак, мне очень все нравится от Мак. И следующие покупки, это губные помады от Мак, что я про них могу сказать, то, что насыщенные цвета, да, то есть, если наносишь сразу плотный, насыщенный цвет идет, даже если оттенок это светлый, совсем светлый какой-то. Я вот взяла три оттенка. И еще какое про качество, что хочу сказать, что помимо того, что первым же слоем ложится насыщенным цветом, да, даже если это светлый тон, и еще помимо этого съедается, не как обычно, вот, да, бывает, вот здесь начинает съедаться, если, допустим, чай попил, кофе. Нет, это держится, как устойчивый, да, и как бы равномерно так съедается, и то, и то, там, не с первого раза, там, один раз, там, чай или кофе выпить, если, то все равно еще держаться будет на губах. У меня, значит, вот такие тона, вот эти, которые на мне сейчас, это тон 93, героиня. Вот, такой вот. Вот такой вот тон 93, вот, то, что у меня сейчас на губах. Другая помада, немножко у меня здесь покоцана уже, потому что у меня гламками красится тоже и танцует перед зеркалом. Так, это 35, Honey Love, Honey Love, такой вот карамельный бежевый оттенок, вот, и еще такой красный, красный цвет, да, Russian Red, вот. Цвет называется Russian Red 06, вот такой оттенок. Ну, я в восторге от губных помад, супер. Ну, это была импульсивная покупка, приобретение, да. Аромат такой сладкий, сладенький. Сод такой восточный. Ну, попользовалась я, наверное, пару недель, может, недельку, как взяла, да, сразу там. Пользовалась, пользовалась, пользовалась. Мне сначала понравилось очень. Ну, как-то, то ли, может, дело во мне, мне там где-то через неделю, через две они уже надоели. Вот, это аромат надоело. И еще в подарок мне за все мои покупки. Так что вот такие. Ага, это вот BB Cream Medium. Такой вот BB Cream мне дали в подарок, пробничек. И еще вот Water Face & Body. Вот такой пробничек дали в подарок. Вот такого крема. Я им еще не пользовалась, приятный аромат. Но я уверена, что это супер покупочки, очень понравились. Я не довольна. Так что так, спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok